Самая большая зеленая зона города – Химкинский лесопарк. Раньше здесь были непроходимые заросли. Сейчас территория обрела новые очертания благодаря масштабному благоустройству. Это инициатива самих жителей. Преображение здесь начали в прошлом году. Нравится то, что стало гораздо удобнее. Гуляем здесь практически каждый день, живем рядом. Дорожки отличные. Помню, здесь просто тропинки были когда-то. Вот эту трассу делают, то что парк, конечно, нравится. Зимой мы здесь на лыжах катаемся. Очень хорошо. А теперь благоустроили трассу еще лучше. В лесопарке не было освещения, а пройтись через эту зону можно было лишь по народным тропам. Теперь все иначе. Это место стало центром притяжения для спортсменов, молодежи, людей старшего возраста и, конечно, родителей с детьми. Ход работ проверил глава Химок Дмитрий Волошин. Тут и на велосипедах ездят, и гуляют, пешком ходят. Я смотрю, он не разлетелся, да? Нет, вот зима, зиму продержался, все хорошо. В рамках масштабного обновления здесь уже проложили дорожно-тропиночную сеть протяженностью более пяти километров. Установили современные и комфортные скамейки. Возле каждой мусорной урны преобразили и входные группы в Химкинский лесопарк. Позаботились при благоустройстве Химкинского лесопарка и о самых юных жителях городского округа. Для них здесь обустроили многофункциональную детскую игровую площадку. Зона для детей многофункциональная. Здесь есть канатные дорожки, сетки для лазания, лестницы разной высоты и горки. На такой площадке юные химчане готовы проводить все свое свободное время. Дети, как вам нравится здесь? Это самое крутое место! Да ладно! Да! А что нравится именно в нем? Все, здесь свежий воздух. Все красиво. Лесопарковую зону украсили декоративными камнями. Появились и новые клумбы. Здесь высадили многочисленные цветы и кустарники. По инициативе местных жителей благоустроили и родник Святого Георгия. На каждом шагу теперь есть современные яркие фонари. И, конечно, здесь установили видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Самой главной целью при масштабном благоустройстве было сохранить зеленый фонд лесопарковой зоны. Мы благоустраиваем наш лесопарк площадью 130 гектар. Наша главная задача – это бережное благоустройство, сохранение сложившейся экосистемы Химкинского лесопарка. Максимальная наша задача – сохранить деревья, постараться вообще не трогать здесь инфраструктуру. Обустроили и площадку для выгула собак. К слову, благодаря функционалу этой зоны теперь можно и дрессировать своих питомцев. Жительница Наталья Хворостена вместе со своим мопсом Ксюшей гуляет в Химкинском лесопарке. Каждый день делится, что парк очень изменился. Тут раньше был лес, который непроходимый. Я тут практически боялась ходить. А сейчас лес открылся, лес виден. Можно пройти по дорожкам. И на велосипеде катаемся, и на коляске тут можно провести. И собакой гуляем. Каждый день, каждый день до вечера. Вот утром гуляем, и потом еще вечером гуляем. Так что очень удобно. Такие масштабные изменения – это только часть благоустройства Химкинского лесопарка. Впереди устройство лыжероллерной трассы. Мы расчистили в рамках второго этапа водоем. Планируем дальше продолжить с ним благоустройство. Установим две входные группы дополнительно. Обновление лесопарка продолжается. В общей сложности благоустройство затронет более 130 гектаров. Полностью работы завершат осенью этого года. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко, Новости Химкин.